МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационный выпуск Вести Хакасия. В студии Татьяна Донцова. Здравствуйте. И коротко о главном. Ночное наводнение. Недалеко от Минусинска прорвало дамбу. Вода прошла сквозь населенный пункт. В центре внимания выпускники. Сегодня со школой прощаются более 2,5 тысяч молодых людей. Операция по спасению собак. В подвале Абаканской многоэтажки заточили четверых бездомных щенков. Погода вновь преподносит неприятные сюрпризы. Буквально несколько дней назад без электроэнергии остался весь Аджиенкидзовский район. И вот сегодня новое локальное бедствие. Обесточенным оказался поселок Балыкса Аскизского района. Причина все та же – непогода. Электроснабжение прекратилось сегодня во втором часу ночи. Была очень сильная гроза и был один обрыв на дерево упало. Это наши устранили электрики, наши местные. А на Высоковольске они не имеют права. Им надо сдать бригаду из Саиногорска. В результате сегодня в Балыксе нет воды, хлеба. Его пекли исключительно в сельской пекарне. К этому моменту отключилась и мобильная связь. Балыкса – это одно из самых отдаленных поселений республики. Деревня находится в 250 километрах от Абакана, недалеко от границы с Кемеровской областью. И, как сообщили в Хакасэнерго, на данный момент на линиях работают две бригады. Но пока им не удается обнаружить место порыва. В поселок энергетики отправили дизельную электростанцию, чтобы подключить социальные объекты. Настоящее наводнение пережили сегодня ночью жители села Малая Минуса. На водоеме, который хорошо известен и жителям Абакана, прорвало дамбу. Тонны воды из Жукова пруда хлынули в сторону населенного пункта, вырывая с корнем деревья и разрушая дорожное полотно. В кювет смыло легковой автомобиль. Движение в направлении Минусин-Скурагина было приостановлено. На месте происшествия побывала Олеся Калиниченко. Сегодня на ужин у многих жителей Малой Минусы будет одинаковое блюдо – жареная рыба. Ее с раннего утра сельчане собирали на трассе, в траве у дороги, в собственных огородах. Во втором часу ночи не выдержала дамба на местном водоеме Жуков пруд. В результате вода хлынула по руслу речки Минусинки, разрушив два дорожных полотна. Было видно, что вода прошла большим широким фронтом. И, видимо, высота воды над дорогой тоже большая была, судя по тем, что деревья лежали выкорчеванные с корнем. И вообще ситуация могла гораздо плачевнее закончиться. Если бы кто-то ехал в этот момент по этому участку дороги и попал в этот проран, получилось бы там трупы были. Но, слава богу, обошлось без жертв. Вот так выглядела дамба возле водоема еще вчера. Сегодня центральная беседка на дне оврага среди разрушенных бетонных труб и кусков дорожного полотна. Промойна получилась метров 20 в длину и более 4 в глубину. Местные жители рассказывают, что это уже не первый случай, когда пруд вытекает. В прошлый раз это было в 80-м году. Тогда был снежный год. Вода пошла поверх дамбы и водоем опустел примерно за час. Судя по нынешним разрушениям, вода уходила стремительно. Большой напор воды всего лишь. Тем более, они сделали большое заполнение воды. И оно давит очень на дамбу сильно. А та дамба не рассчитана для этих целей. Сами хозяева виноваты в этой. Это хорошо, без ночи хоть ушел. А так бы ребятишек могли бы смыть. Тем более, дети у нас на речке играют. Разрушив дамбу, вода прошла несколько десятков метров по Сосновому бору и снесла региональную трассу Минусинск-Курагино-Артемовск. Дальше стена воды хлынула в населенный пункт по руслу речки Минусинка. Сосед, он видел, говорит, вставал, Вася. Затор образовался на мосту. Видать, бревнами закрыла мост. И вода через мост пошла. А потом, когда пробила мост, он тебе между быками. И тогда уже лава хлынула. В Малой Минусе пострадало несколько заборов. Размыло огороды вдоль речки. То, что от прорыва дамбы и мощного потока воды никто не пострадал, иначе как чудом не назовешь. Движение в сторону Курагино дорожники обещают открыть сегодня вечером. Когда будет восстановлена дамба и наполнен пруд, неизвестно. Водоем находится в частных руках. Пляжный сезон переносится на неопределенный срок. Олеся Калинченко, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. Одной из главных тем сегодняшнего дня стало прощание со школой. В эти минуты торжества в самом разгаре. Во взрослую жизнь выходят более 2700 выпускников. Из них 145 золотых медалистов и 104 серебряных. В Абакане торжественная церемония в честь тех, кто получает, возможно, первую в своей жизни государственную награду, прошла в Абаканском дворце молодежи. Глава города Николай Булакин поздравил не только обладателей 65 золотых и 50 серебряных медалей, но и педагогов, а также выпускников, сдавших единый госэкзамен с максимальным результатом 100 баллов. Два года мы шли к этой медали. Много усилий, много терпения мы к этому приложили. Ну, конечно, очень приятно то, что мы получили. Да. Это очень волнительный, долгожданный праздник. Мы его очень ждали, правда, уже, наверное, целых два года. Мы заслужили эти медали, мы целых два года работали, мы старались, мы хорошо ИГС дали. Нам приятно получить медаль. В республике понемногу оживает политическая жизнь, сказывается приближение выборов. Кто будет представлять Единую Россию, решали сегодня на партийной конференции. Именно претендентов на главные должности в репортаже Виктора Лушникова. 19-я конференция Хакасского регионального отделения партии Единая Россия фактически завершает многомесячную процедуру выдвижения кандидатов на выборах в региональные и местные органы власти, которые намечены на 8 сентября. Все кандидаты прошли через процедуру праймерис внутрипартийного голосования. И, в частности, по кандидатуре на пост главы республики Виктор Зимин заручился поддержкой большинства. Как секретарь регионального отделения, он сегодня обозначил основные положения программы, с которыми партия идет на выборы. Точки роста, развитие села, предприятие Абакана-Черногорской агломерации, молодежная программа. Одна из новых инициатив – предоставить бесплатные земельные участки выпускникам вузов из других территорий, пожелавших остаться в Хакасии. Затем делегаты конференции приступили к самой важной процедуре – голосованию. На руки им дали по три бюллетеня. Один по выборам на главу республики, остальные по кандидатам в депутаты Абаканского горсовета. По самому главному голосованию, естественно, я определилась уже. И поэтому думаю, что есть такая русская поговорка, как они на переправе не меняют. Поэтому, думаю, о республиках Хакасии у нас работает в темпе. Я думаю, что сегодня мы получим тот результат, с которым пойдем дальше уже выдвигаться в рамках избирательного законодательства. И одна задача – победить. После подсчета бюллетеней максимальное число голосов по выдвижению кандидатам на пост главы республики – 152 – получил Виктор Зимин. У Сергея Комарова и Василия Белоногова по 15 голосов. Делегаты также утвердили списки партийных кандидатов по выборам в Абаканский горсовет. Общемуниципальную часть списка возглавили Николай Булакин, Альберт Тупикин и Людмила Огурцова. Выдвижение кандидатов от партий по выборам депутатов Верховного Совета Республики пройдет на втором этапе конференции 3 июля. Сегодня конференцию провела и другая партия. Региональное отделение ЛДПР определилось с кандидатами на ключевые выборные должности в республике. В том числе на пост главы Абакана от партии будет претендовать координатор Хакасского объединения Валерий Старостин. Также партийцы утвердили кандидатов на кресло руководителей Абазы и Саиногорска. А сейчас к делам законотворческим. Выпуск продолжит рубрика «Парламентский дневник». На этой неделе у хакасских парламентариев нашлось время не только для законотворчества. 18 июня делегация Верховного Совета отправилась в гости к юбиляру. 90-летие отметил Герман Александрович Чванов, человек, который заложил основы финансовой системы Хакассии. Я думаю, что мы имеем полномочие от всей республики поздравить вас с удивительным юбилеем. Дай бог, чтобы еще юбилей был красивый, еще более красивый. Мы от всей души вас благодарим. Вы делали по жизни очень много добрых, хороших дел. Вы как профессионал, высокого уровня. Все это мы понимаем и знаем. Поэтому мы включаем благодарственное письмо вам. Спасибо. Герман Чванов закончил Московский финансово-экономический институт в 49-м году, а спустя 10 лет стал заведующим финансового отдела Хакасского обл. исполкома. В финансовой системе республики он трудился до выхода на пенсию. Экономия энергоресурсов даст дополнительные средства для развития республики. Узнать, что сейчас предлагают ученые, для того, чтобы сделать энергетику эффективнее, на этой неделе можно было в Драматическом театре Абакана. Там состоялся первый форум по энергоэффективности. Разработчики предложили свои проекты, позволяющие сделать энергию дешевле и использовать ее с выгодой. Например, мини-гидроэлектростанцию или систему регулирования подачи тепла в здания. Если каждый руководитель муниципального учреждения, руководитель органов местного самоправления, госсистемы поймет, какие есть возможности и варианты, я убежден, что значительный объем денег бюджета сократится на реализацию многих-многих социальных, в том числе направлений, за счет эффективности сокращения расхода угля, электричества и так далее. На этой неделе состоялся президиум Верховного Совета Хакасии. Один из главных вопросов касался приватизации недвижимости. И он вызвал споры. Конкретно речь шла о здании в центре Абакана, в котором располагаются два предприятия. До сегодняшнего времени на втором этапе приватизации, то есть на продаже акций, у нас находится типография Хакасия, включена, уже была включена на 13-й год. И дополнительно правительству предлагаются акции института Верховного Совета Хакасии. Вы сейчас коснулись только помещений, как капитальных зданий, сооружений, а ведь там, если мне память не изменяет, мы, начиная с года 2003-го, напихивали туда серьезные государственные средства. И там были обновлены оборудования и так далее. Есть мнение определенного круга лиц, что это будет приватизировано с целью последующей ликвидации. Члены президиума порекомендовали Комитету по управлению госимуществом внести в документ больше ясности и приняли его к работе. Доработанный законопроект будет рассмотрен 26 июня на ближайшей сессии. Кроме того, на президиуме Верховный Совет Хакасии подвел итоги работы за первое полугодие. По плану депутаты должны были рассмотреть 58 законопроектов. К этому моменту проработанных 49. Еще два республиканский парламент рассмотрит на ближайшей сессии, 26 июня. Один из них касается ремонта многоквартирных жилых домах и он включает в себя еще пять законопроектов. Помимо этого, за первые шесть месяцев 2013-го депутаты рассмотрели семь законопроектов, которых изначально в списке не было. Интересно узнать, какой еще конкретный закон был принят в рамках уже определенного плана законопроектной работы. И это внесение изменений в некоторые нормативно-правовые акты, которые касаются государственных наград республики Хакасия. В частности, это учрежденная нами государственная награда имени Катанова о трудовой доблести и родительской доблести. Таким образом, депутаты практически выполнили планы. Те законопроекты, которые не были рассмотрены в первом полугодии, перенесены на второе. Их пять. И их рассмотрит Верховный совет нового созыва. На этой неделе 108 новобранцев из Хакасии пополнили ряды вооруженных сил России. 19 июня в Республиканском военкомате провожали призывников, которые будут служить во внутренних войсках МВД и в Главном управлении Министерства обороны России в Хабаровске. Вы помните, что в Хакасии вас ждут не только друзья и родственники. Ждет вся Хакасия. И мы надеемся, что приедете сюда и проявите себя здесь, на поприще и производство, и на учебе здесь в Хакасии. Счастливого вам пути. Удачи! Такими темами и событиями отметилась парламентская неделя в Хакасии. Напомним, парламентский дневник вы можете смотреть на официальном сайте Верховного совета, а также в Твиттере и в Одноклассников. Эти адреса сейчас на экране. У меня на этом все. Берегите себя. На 1964 году ушел из жизни сотрудник гостелерадиокомпании Хакасия Сергей Михайлович Лашин. Всю свою трудовую деятельность он посвятил развитию радиовещания. Пришел работать на радио в 1970 году. В 1988 возглавил технический цех. Затем был назначен заместителем начальника службы радиовещания. Коллеги вспоминают Сергея Михайловича как грамотного профессионального инженера, который большое внимание уделял внедрению нового современного оборудования. За профессиональную работу Сергею Лашину было присвоено звание «Почетный радист СССР». Прощание состоится завтра, 22 июня, в Зале ритуальных услуг по адресу город Абакан, улица Кожевина, 28А, с 12 до 13 часов. Полуживого щенка обнаружили накануне в одном из абаканских дворов волонтеры. Защитники животных не исключают, что малыша избил кто-то из жильцов дома. Как оказалось, в подвале живут еще несколько четвероногих. Сегодня они буквально обречены. Все подробности в нашем следующем материале. Дружок. Так назвали подобранного щенка. Еще вчера был на грани смерти. Весь избитый, в крови, не ходил, еле скулил, заглядывая спасителям в глаза. Он один из псового семейства, которое проживает в подвале дома по улице Кати Перекрещенко, 15. Кому-то из жильцов собаки, похоже, сильно надоели. Либо он попал в руки живодеров. Напугали его сильно. Проявили к нему агрессию, скажем так, со стороны людей. Поэтому людей он боится сильно. В подвале находятся еще четыре бездомных собаки. На днях жильцы, недовольные таким соседством, подали заявление в управляющую компанию. И все дыры, через которые дворняги проникали внутрь, заварили. Несколько собак оказались в заточении. Как бы их выманить? Животных просто обрекли на медленную смерть. Просьбу о посвобождении щенят защитники животных разместили в интернете. Сегодня нашлось несколько человек, готовых приветить у себя дворняк. Я бы хотела взять себе из этого подвала одного щенка. Только не для себя, а чисто на передержку. Чтобы никто их больше, как сказать, не убил. Чисто как подержать, если найдутся, желающие взять. Мнения же жителей дома по поводу собак разделились. Большинству, конечно, их жалко. Но, с другой стороны, подвал не место для бездомных животных. Для людей подросшие дворняги стали реальной головной болью. В субботу утром в доме развернется спасательная операция. Волонтеры нашли способ освободить пленников и затем на какое-то время приютят собаку себя. Появятся ли у них любящие хозяева, зависит от милосердия абаканцев. Пока же хорошо уже то, что животные будут спасены от смерти. Для всех желающих взять собаку – контактная информация на городском сайте Тиграша. Спортсмен-инвалид из Хакассии Вадим Трунов выступит на чемпионате мира среди людей с ограниченными возможностями. Соревнования пройдут во Франции в июле этого года. Путевку на мировое первенство Вадим завоевал на чемпионате России в Чебоксарах. Тогда отлично выступила вся команда спортсменов-инвалидов из Хакассии. Так Аян Идемешев завоевал серебро на стаирской дистанции 5000 метров. А Вадим Трунов первенствовал на обеих спринтерских дистанциях 100 и 200 метров. Самым сложным был забег на стометровку. Вадим отстал на старте, догонял соперников, в итоге победил с отрывом всего в 0,04 секунды. Это определил фотофиниш. Сейчас наш спортсмен готовится к чемпионату мира среди инвалидов. Там он побежит в свои коронные дистанции и примет участие в эстафете 4 по 100. Сейчас вот эту неделю, следующую точнее, я тренируюсь здесь, в Абакане. Затем со сборной России уезжаю на сборы в Новогорск. И оттуда, потом сразу на чемпионат мира во Францию. Что сейчас будет работа более интенсивней, потяжелее, думаю. И в завершении выпуска анонс наших завтрашних передач. В 10.30 очередная программа из цикла «Культура Хакасии». В 10 часов 50 минут. Все для дома КМК. Не пропустите. И на сегодня у меня все. Хорошего отдыха в выходные. Смотрите «Вести». До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok